Акимат Караганды строит планы по восстановлению семи простаивающих крупных предприятий, пишет новый вестник. В их числе и кирпичный завод Кератек, производство по выпуску линолеума Евразия Флор и переработчик лома черных металлов Вторпром. Власти предлагают руководству заводов найти новых инвесторов и участвовать в государственных программах. Но не все смогут перезапустить свою аппаратуру. Например, дирекция линолеумного Евразия Флор, который не работает с 2011 года, государственные менеджеры советуют переориентировать производство на выпуск другой продукции. Куда сложнее дела обстоять пока с кирпичным заводом ТО Кератек. У него большие долги перед кредиторами. А вот давно не работающие НКМЗ уже выкупили. На территории 43 тысяч квадратных метров планируют построить торгово-развлекательный центр. Казахстанские блогеры выяснили, какой бизнес в нашей республике является наиболее прибыльным, пишет Экспресс-К. Оказывается, ничто не дает большего дохода, чем общественные туалеты. Блогер Ерлан Мусаев, понаблюдав за работой вокзального туалета, сделал убедительную калькуляцию. Стоимость этой услуги составляет 60 тенге. При проходимости 5 человек в минуту уже 300. В час 18 тысяч. В сутки 432 тысячи тенге. А в месяц 12 миллионов 960 тысяч тенге. Поэтому в шутку ли, но сетевик просит фонд Дому выделить кредит в 5 миллионов тенге. Всю сумму Мусаев обещает вернуть через 13 дней. Между тем, как ехидно отмечает Ерлан Мусаев, даже кафе и закусочные не имеют права сделать свои уборные платными. Сотни интернет-комментаторов разделили возмущение блогера, однако не обошлось и без оптимистичных высказываний. Так, некоторые предложили правительству взять многомиллиардный кредит в МВФ и выкупить общественные туалеты по всему миру.